Здравствуйте! Хотелось бы знать Ваше мнение о православных форумах. Полезны они или нет? В частности, есть на азбуке веры, вот и у Вас здесь есть. Я поначалу общалась, затем меня стало многое смущать, накал эмоций и так далее, зависимость появилась какая-то. Поделилась на исповеди, священник посоветовал мне общаться, так как мне это на пользу не идет. А также советовал читать святоотеческую литературу, что я и делаю. На сайте Елицы тоже почти не общаюсь, просто читаю. Хотелось бы Ваше мнение узнать. Я Вам так скажу, что в принципе, да, форумы сами по себе пользы не имеют. Они могут служить в качестве громоотвода, что ли, своеобразного. То есть, есть люди, пользователи интернета, которые смотрят, просматривают все возможные страницы, получают информацию. Им хочется поделиться, им хочется выплеснуть. В этом случае форум, как своеобразный громоотвод, он может выполнять свою положительную функцию. То есть, человек находит, куда себя применить. Он высказал свое мнение, проверил, правильно ли он вообще понял какую-то статью, или поделился своими вопросами, сомнениями, ему другие что-то начинают говорить, комментировать, отвечать как-то на его. Он сможет сверять свою позицию с позициями других людей, тоже верующих, и как-то корректировать немножко. На первых порах это, в принципе, неплохо. Особенно для новоначальных, у которых энергия просто зашкаливает, им хочется куда-то, куда-то, и они готовы впитывать в себя, как губка, все на свете. Для них эти форумы своеобразные выходы от их энергии. В этом есть свой плюс. Но можно подсесть и стать зависимым от этого. И это ничем не отличается уже от наркомании какой-то. И когда человек всю духовность уже подменяет общением на форумах, спорит, что-то доказывает, что-то выискивает. Ну, вроде, оно как-то и стимулирует его читать какую-то литературу, что-то там, еще вот это тоже делать. Но это все уже фикция, на самом деле. Поэтому это касается и социальных сетей, кстати, тоже самое. Ничем, в общем-то, не отличается. Общение в социальных сетях примерно одинаково. Насчет, полезны они или нет, еще два слова. Это не только к форумам, опять же, а и к социальным сетям касается. Все в этой жизни, все, что есть, это может нам послужить и на пользу, и во вред. Точно так же и социальные сети, и форумы, и интернет, и все, что хотите. Это может и во пользу, и на вред. Если мы это используем разумно, то это может послужить на пользу. Если не разумно, то может послужить во вред. Так что, немножко общаться можно, заглядывать, захаживать, просматривать что-то можно. Но, опять же, скажу, что это больше на начальном этапе воцерковления. Это большее. И это даже, может быть, у этих вещей, у форумов и социальных сетях, у них, может быть, даже больше миссионерский характер. То есть, именно человека донести до него какую-то информацию, он вовлекся. А потом надо было выйти на каком-то этапе и уже идти духовной жизнью, самостоятельной, а не пользоваться этими местами для разговоров. Вот такое мое мнение. Но это такое место, форумы и социальные сети, которые объективно есть, от них никуда не деться. Это нужно просто принять по факту, что оно есть. И бороться с этим совершенно бессмысленно. Помогай Господь!